На совещании при участии Акима области Наримана Туригалиева были рассмотрены вопросы развития Уральска. В частности, были даны поручения по благоустройству города, обеспечению жильем детей-сирот, прохождению отопительного сезона и другим важным направлениям жизнедеятельности областного центра. В любое время года вопросы стопроцентной готовности коммунальных служб, а также создания комфортных условий проживания должны быть во главе работы. К примеру, проблема с жильем для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в последнее время вышла на первый план. Из областного бюджета выделено 50 миллионов тенге, на эти средства смогли обрести жилье для 25 человек. К сожалению, многие люди из данной категории не имеют работы, либо получают низкую зарплату. Это затянуло вопрос с освоением денег. В этом году из республиканского бюджета выделены порядка 300 миллионов тенге. 25 человек направлены в банк. Сейчас ведутся регистрационные работы. До конца месяца мы их завершим. И по нашим подсчётам, к этому времени уже можно купить 5 новых квартир. На сегодня в городе 1952 человека из числа детей-сирот не имеют жилья. Чтобы полностью закрыть вопрос, нужны 30 домов или свыше 30 миллиардов тенге. По этому вопросу я неоднократно вам делал замечания. Вопрос актуальный. Нужен мониторинг состояния очерёдности и в целом данного вопроса. В нём нет никакого порядка. На это мне постоянно жалуются люди данной категории. Чем занимается ваш жилищный отдел? Почему возникают подобные проблемы? Второй вопрос повестки – благоустройство. На сегодня в Уральске имеются около 300 дворов. Половина из них либо вовсе не благоустроена, либо эта работа проводилась много лет назад. То есть фронт работ впереди большой. За последние три года в порядок привели 61 городской двор. Только в прошлом году на 1,2 миллиарда тенге благоустроили 31 двор. В этом году на 1,6 миллиардов проводятся работы в 50. На сегодня 15 дворов уже сданы. Ещё столько же закончим до конца года. И ежегодно более 30 дворов планируем благоустроить каждые последующие три года. В результате закроем вопрос по всем дворам. Кроме того, в этом году предусмотрены около 100 миллионов тенге, на которые установлены порядка 50 новых остановочных павильонов. В основном их ставят в 10 микрорайоне и в районе старого аэропорта. В целом по Уральску имеется около 500 остановок. Из них 150 нужно заменить. Планируем в год по 50 остановок обновлять. Ведётся работа по освещению улиц и дворов. В прошлом году установлены 100 камер видеонаблюдения на 50 мусорных площадках. В сутки из города вывозится 220 тонн твёрдых бытовых отходов. Более 140 участков отведены под строительство жилья. Озвучив ряд замечаний и недочётов в этих направлениях, глава региона подчеркнул, что нужна системная работа. Вот уже неделю, как в Уральске, начался отопительный сезон. Тепло получают все социальные объекты и 1208 многоэтажек. Не подключены к услуге три жилых дома. Аким области поручила Акиму города решить все проблемные вопросы и дать тепло во все дома без исключения. По всем четырём вопросам повестки глава области поручил разработать системный план. Порядок должен быть по всему городу. Введите разъяснительную работу с населением. Нужно держать на контроле все строительные площадки. Повысьте ответственность бизнеса за обеспечение чистоты и порядка на прилегающих территориях. Проведите ревизию коммунальных служб по готовности к работе в зимнее время. Постоянно следите за функционированием котельных. Это особо важно. Назначайте ответственных и конкретные сроки. Мы должны работать все 12 месяцев. По составленному плану впоследствии будем заслушивать ваши отчёты. По всем четырём вопросам повестки мне нужна конкретная работа. Поручения были даны и руководству соответствующих коммунальных предприятий по бесперебойной деятельности в зимний период.